еще раз добрый день всем немножко расскажу про типовые ошибки которые мы встретили при разработке проектов связанных с искусственным интеллектом да на многие грабли наступили и я считаю что это поможет очень сильно в реализации проекта в будущем чтобы не наступать на одни и те же грабли давайте начнем да зовут меня Максим Васильев я занимаю должность руководителя ML направлений в компании Rubius уже как полтора года занимаюсь и курирую практически все связанные с искусственным интеллектом проекты поэтому накопилось неплохой опыт да то есть и я готов и хочу сегодня с вами этим опытом поделиться но прежде чем начну делиться опытом немножко расскажу про компанию да то есть Рубиус это группа компаний у которой находится пять офисов да то есть у нас есть офисы в Алмате в Дубае в Санкт-Петербурге в Москве и центральный офис находится в городе Томск мы занимаемся заказной разработкой инжинирингового по около 17 лет за это время реализовали более 300 проектов и нашим портфолио более 150 заказчиков среди наших заказчиков да очень много именитых компаний таких как samsung now газпром гексагон и так далее то есть мы поработали со многими компаниями и со многими компаниями продолжаем работать и у нас хорошие отношения также наша команда состоит из 200 200 сотрудников сейчас уже немного больше так как мы находимся наш центральный офис находится в студенческом городе у нас очень много работает студентов и кандидатов наук аж 10 человек да то есть наша компания очень часто проводит стажировки для студентов где мы приглашаем студентов позаниматься реальными проектами поучаствовать в реальной разработке и самым выдающимся студентам можем сделать оффер а также это это стажировка засчитывается как предипломная практика да такая штука у нас называется девсауна на если интересно можете посмотреть на в общем у нас очень большая практика найма студентов да то есть поэтому мы тут всегда открыты ну и что еще стоит хочется отметить про нашу команду да то есть мы очень заботимся о наших сотрудников у нас есть дмс мы оплачиваем сотрудникам занятия в спорта да то есть у нас есть корпоративный английский а также есть свой барбер и массажист ну и давайте начнем перейдем к сути самого выступления хотел бы начать ее немножко с аналитики консалтеров потому что к аналитике стоит обращаться но не всегда она к сожалению бывает корректный что нам говорят аналитики то что 2024 году да то есть российский рынок в сфере именно искусственного интеллекта составит аж 160 миллиардов рублей да то есть настолько сильно увеличится это рынок о чем это говорит да то есть о том то что непосредственный интерес у компании у производств именно к проектам с искусственным интеллектом все больше и больше растет компания начинает видеть реальный профит от этих проектов и начинает соответственно все больше больше на него обращать внимание хотя раньше достаточно скептически относились ко всему что связано было с искусственным интеллектом да то есть как бы хайп вокруг искусственного интеллекта как сказал растет да то есть как бы но опять же проблема в том то что многие компании многие руководители многие директоры по цифровой трансформации все еще боятся машинного обучения на искусственного интеллекта потому что не понимают как с ним работать да то есть какие могут быть там метрики существуют и так далее поэтому многие очень часто бегут при слове искусственного интеллекта но тут просто-напросто надо всем объяснять что это не страшно и это действительно работает тем более с учетом тех технологий которые сейчас уже так или иначе развиты ну и по статистике что нам статистика говорит о том то что только треть проектов которые связаны с искусственным интеллектом которые начинают прорабатываться реально внедряются в производство да то есть если говорить вкратце разработку проекта с искусственным интеллектом можно разделить там на два этапа первый этап это некий пиоси или mvp да то есть когда мы проверяем гипотезы вообще можем ли мы эту задачу решить и после того как мы проверили эту гипотезу подтвердили ее посчитали все метрики если она эта гипотеза удовлетворяет бизнес дальше бизнес соответственно принимает решение внедрить этот эту модель да то есть этот искусственный интеллект к сожалению вот на этапе проверки и валидации соответственно то есть как бы проверенный гипотез треть из них отваливается и это действительно печальная статистика которую мы тоже можем подтвердить потому что это жизнь да то есть не всегда удается непосредственно выдать необходимые финансовые показатели которые бы приносили профит от реализации модели да то есть как я уже сказал то есть как бы есть существенный ряд проблем и одна из ключевых это метрики метрики непосредственно которые не конвертируете из математических метриков бизнесовые да то есть все мы все кто занимается разработкой искусственного интеллекта все очень хорошо понимают и знают математику и какие существуют метрики с помощью которых можно посчитать качество но к сожалению бизнеса бизнес эти метрики не понимают да то есть как бы и необходимо проводить работу по переводу по конвертации этих метрик из математической так скажем бизнесовый из-за вот таких вот проблем очень часто да то есть как бы к сожалению прототипы проверенные гипотезы не перерастает уже в боевому боевому внедрению ну и если говорить про анализ конечно стоит осветить рынки на которых сейчас требуется да то есть как бы точнее какие рынки больше всего смотрят на задачи по искусственному интеллекту и куда возможно стоит развиваться и пробуется то есть внедряться на то есть это четыре основных сферы это банки ритейл нефтегаз и телеком да то есть если говорить про в принципе задачи какие сейчас есть одно из первых мест занимает задача по предиктивной аналитике и прогнозированию да то есть там вообще большое количество задач от ремонтов да то есть предиктивных плановых ремонтов до каких-либо технологических предиктивных предиктивного анализа технологических процессов да то есть там остановки каких-то и так далее дальше что из запросов есть это улучшение клиентского опыта да это различные чат-боты голосовые помощники и так далее да то есть как бы это тоже сейчас ценится спрашивается да то есть и требуется рынком ну и соответственно то есть как бы есть конечно запрос на управление инновациями да то есть цифровой трансформации различные системы поддержки принятия решений да то есть и так далее то есть это тоже достаточно актуальная тема которая сейчас на которую сейчас есть спрос и в принципе у заказчиков на этот спрос есть необходимые ресурсы чтобы можно было этот спрос или иначе да удовлетворить вот это то что нам говорит статистика ну и немножко расскажу предыстории да то есть почему мы стали развивать email несмотря на то что существует так много рисков да про которые нам и вся статистика аналитика и так далее говорит все началось того то что мы познакомились с компанией mbm на мероприятии в томском государственном университете и решили сделать продукт для предиктивной аналитики на базе соответственно технологии ibm результаты да то есть как получились огонь да и кейс сам проект заключался то что мы нам необходимо было разработать систему да то есть пилот предиктивной аналитики для подвижного состава вагона цистерн для нефтехимического комбината до после реализации результаты получились огонь да то есть как бы даже на реализованном прототипе мы поняли что мы можем сократить на 30 процентов расходы на ремонт 20 процентов поломок в принципе можно предотвратить предотвратить да то есть ну и плюс мы выявили корреляцию между количеством поломок сменами и соответственно сотрудниками да то есть как бы что были что было достаточно большим инсайтом как для нас так и для конечного заказчика но к сожалению да то есть как бы с прототипа эта система не вышла потому что для заказчика для конечного заказчика да оказалось слишком дорого но в частности за стоимости лицензии продукты ibm но мы не расстроились да то есть как бы получился достаточно классный опыт мы поняли что запрос есть мы можем реализовывать и после этого мы все больше и больше стали времени и сил и ресурсов уделять непосредственно направлению машинного обучения как она у нас называется да то есть и начали развивать да то есть сегодня у нас 30 проектов на основе искусственного интеллекта причем не только с машинным обучением бигдата да то есть у нас есть еще и проекты связанные с компьютер вижон даже есть свой продукт визиос который основан на компьютер вижон то есть опыт и экспертиза у нас достаточно серьезная много как я уже говорил на много грабли наступили и да мы теперь готовы поделиться с вами вот этими кейсами вот этими моментами инсайтами да которые на которые которые с которыми мы хотели бы с вами поделиться да итак начнем топ проблем в эмоль проектах да то есть и способы как их решить то есть как бы как оказывается консалтеры не врали да то есть но упустили несколько деталей которые как нам кажется достаточно важны первое конечно же самое такая частое явление это завышенные ожидания от результатов к сожалению как я уже говорил да то есть большинство заказчиков не представляют себе реальные возможности машинного обучения искусственного интеллекта для многих это просто черный ящик который как-то работает и с помощью какой-то магии выдает классные результаты да то есть тут нету понимания условий необходимых для того чтобы вообще в принципе можно было применить методологии да алгоритм искусственного обучения машинного ой искусственный интеллект и машинного обучения да то есть и соответственно то есть как бы в этом заключается большая проблема ну и плюс да то есть как бы по качеству если большинство заказчиков кажется что качество всегда может быть сто процентов и вообще то есть эта штука уже всем давно известна и должна работать к сожалению это не так да то есть и тут касательно этого принципа есть у нас тоже один кейс мы разрабатывали алгоритм да модель для комплексной оптимизации производства одного из крупнейших производителей и корма для домашних животных один из кейсов да то есть самой оптимизации заключался вот как раз таки в разработке модели машинного обучения то есть в чем смысл был сухой корм производится с помощью горячей экструзии да то есть там экструдер это условно говоря мясорубка на вход которой там подается различные смеси пар вода и так далее да и на выходе уже там появляются гранул так вот проблема заключалась в том то что экструдер на каких-то при каких-то условиях происходило забитие да и соответственно сам процесс производства останавливался то есть это влекло к тому что экструдер необходимо было помимо того чтобы промывать да то есть как бы это еще и влекло к потере то что в это время не производилась продукции соответственно несли финансовые потери нам пришлось разобраться с процессами посмотреть на данные которые есть то есть мы посмотрели и даже реализовали модельку которая прогнозировала забитие этого экструдера то есть у нас в принципе гипотезу удалось подтвердить но проблема заключилась в том то что наша модель могла прогнозировать это только за пять минут до самого забития а это к сожалению оказалось достаточно мало для того чтобы технолог мог как-то среагировать на это событие изменить там параметры там и так далее да то есть как бы но к сожалению вот гипотеза хоть и подтвердилась но практического применения не несла но благодаря вот вовлечению в бизнес-процессы в данные и так далее мы выяснили да то есть как бы сгенерировали еще несколько гипотез которые можно было проверить обсудили их заказчиком да то есть как бы и вот согласовали три задачи где наши возможности и ожидания совпали да то есть как бы мы вот перешли занимаясь этой задачей и еще перешли на три другие задачи да и в результате вот такого такого анализа такого эксперимента да то есть еще и разработали модель спроса которая помогает прогнозировать непосредственно да то есть как бы спрос на товары по по различным группам причем у нас получилось эту модель сделать у нее точность оказалась на пять процентов выше чем точность выдавал целый отдел из 14 человек вот как в принципе то есть аналитика помогла нам не просто разобраться там не просто уйти точнее с ней реализованным кейсом да то есть найти дополнительные возможности и соответственно интересы дальше второй из кейсов про которые стоит отметить это некачественные да и недостоверные или даже избыточные данные как наверняка известно да то есть как бы без данных вообще ни о каком машинном обучении говорить нельзя да то есть как бы поэтому у нас в принципе если мы видим общаясь заказчиком и видим что данных нету менее чем за период на полгода мы не беремся за этот проект потому что в принципе хорошие метрики да даже если там данные консистентные и так далее в принципе хорошие метрики на вот таком объеме меньше чем полгода получить невозможно но еще помимо самого объема да то есть как бы тут стоит обращать внимание на целостность данных да то есть как бы чтобы не было пропусков потому что иногда это бывает очень критично да то есть и соответственно централизованное хранение все информации да чтобы не было такого что большинство данных находятся непосредственно в бумажном виде и их вообще невозможно никак цифрализовать и соответственно применить они по факту данные есть но применить их очень и очень сложно и связанный с этим с данными кейс у нас есть да когда мы разрабатывали занимались точнее задачей по прогнозу времени доставки груза кейс заключаться в следующем да то есть как бы заказчик хотел прогнозировать вот среднюю время доставку груза при этом говорил что у всех курьеров которые участвуют в принципе во всей цепочке доставки есть специальные приложения где они отмечают непосредственно то есть как бы когда работу с грузом они начали закончили и так далее то есть и чисто теоретически в этих данных существует как бы возможность рассчитать да то есть как бы и с учетом различных факторов время доставки но когда мы начали заниматься этими данными причем да заказчик сказал что у него данные есть в объеме за год что мы сказали что нас полностью устраивает но когда мы начали смотреть на эти данные мы поняли что только пять процентов курьеров заполняет приложение корректно а остальные просто напросто протыкивают да то есть как бы как считает нужным не соблюдая вообще никаких регламентов ну и соответственно то есть как бы мы хоть и были вдохновлены да то есть этой задачей но нам пришлось прийти и поделиться инсайтом заказчиком что вот есть такая проблема и на этих данных к сожалению ничего не получится построить но для заказчика даже этот инсайт стал толчком он пересмотрел работу бизнеса и мы стали его долгосрочными партнерами вот тоже интересные кейсы бывают что еще с данными касается да то есть система прогнозирования сердечно-сосудистых катастроф да то есть занимались мы также таким проектом на обезличенных данных за год мы разработали модель которая вот как раз таки смогла предсказывать вероятность повторного вызова скорой вероятность летального исхода да то есть как бы и на этапе MVP даже когда мы тестировали уже она модель показывала что может достичь метрик да то есть спасение 60 человек за год было здорово да то есть как бы но проблема заключалась в том то что у модели полученной модели был высокий высокая метрика ложных предсказаний ложные предсказания в медицине очень опасные да то есть как бы и содержит очень много рисков мы попробовали дообучить данную модель с учетом привлечения уже персонализированных данных да то есть как бы не обезличенных но после этого очень точность модели да то есть как бы и прогнозирование существенно снизилась и было принято решение к сожалению оставить это эту модель на этапе MVP и уже в работу не интегрировать да это один из примеров когда данные избыточные да то есть как бы и это не всегда хорошо так же еще один из медицинских кейсов да то есть это программа для расшифровки анализа крови и помощь в постановке диагноза тоже очень интересный кейс кейс заключался в том то что как бы существует алгоритм да то есть как бы на диагностику нарушения свертываемости крови то есть там существует очень много параметров выполняется это человеком достаточно долго да то есть продолжительные и так далее то есть мы разработали модельку которая делает да то есть как бы ту же самую работу гораздо быстрее и точность срабатывания составляла 90 процентов да то есть как бы это уже достаточно высокая точность но опять же во время аналитики мы начали разбирать как вообще этот процесс происходит увидели что кластеризация сотрудниками да то есть как бы проводится не совсем корректно доработали ее и точность при этом повысилась аж до 98 процентов и интересный кейс что во время тестового как раз таки демонстрации да то есть именно теста в режиме реального времени наш алгоритм наша модель ни разу не ошиблась да то есть и вот такие вот кейсы очень сильно мотивирует заниматься искусственным интеллектом машинным обучением да то есть понимая что будущее вот оно тут и ты так или иначе рядом с ним что еще из проблем на которые стоит обращать внимание да то есть и задаваться вопросом перед началом работы да то есть если возможность проведения предпроектной аналитики вообще да то есть как бы если говорить в целом про реализацию эмоль проектов аналитик да то есть это ключевая фигура потому что прежде чем что-то делать надо понять вообще а что делать вот и без правильной корректной аналитики это сделать в лучшем случае вы сделаете да то есть не совсем может быть корректно да то есть в худшем случае вы сделаете совершенно не то что необходимо поэтому уделяйте особое внимание предпроектной аналитики да то есть как бы разбирайтесь в процессах. Плюс это еще и с дополнительным может послужить вам то, что вы найдете дополнительные точки, да, как бы соприкосновения и прикладного применения, допустим, там того же самого машинного обучения. Вот, и с аналитики, да, как она важна и так далее. Был у нас кейс, да, системы для защиты банкоматов, да, от отграбления для одного из крупнейших российских банков. Проблема заключалась в том, что, да, то есть как бы нам необходимо было детектировать преступные действия с банкоматами и оперативно сигнализировать, чтобы вызывать наряд, там, СОБРа и так далее, да, в безопасности, которую приезжали и локализовали проблемы. Проблема заключалась в том, что у заказчика было очень мало видеозаписей, да, то есть как бы, к сожалению или к счастью, то есть преступники не оставляют большое количество видеозаписей, так или иначе, их стараются как-то уничтожить. Вот, ну и с реальными преступниками мы тоже поговорить не могли, к сожалению или к счастью, опять же, у нас знакомых преступников нету. Вот, и перед нами стояла задача, которую мы никак не могли понять, как решить, было очень много гипотез, но потом мы провели более детальную аналитику, да, то есть как бы начали разбираться и поняли, что на самом-то деле любой преступник, да, то есть как бы он при махинации с банкоматами, он всегда присаживается. Соответственно, то есть как бы мы поняли, что нам нужно при реализации данной модели, данного алгоритма, нам нужна всего одна метрика, да, то есть нам нужно искать людей, которые садятся на корточки перед банкоматом, да, то есть как бы и этого будет достаточно для того, чтобы как раз-таки детектировать и определять этих преступников, да. Без детальной аналитики мы могли бы очень долго пытаться решить эту задачу, и не факт, что решили бы ее корректно. Ну и по аналитике еще кейс, да, то есть опять же для одного из топовых российских банков мы создали первый в России виртуального, первого в России виртуального ведущего. Смысл в чем, то есть это ведущий, виртуальный ведущий, на вход которому должен был подаваться какой-то текст, и она, ведущая, да, должна была читать этот текст, при этом у нее должна была совпадать, выглядеть реалистичная мимика, да, положение головы, там, тела и так далее. То есть для того, чтобы ее научить так говорить, да, то есть нужно очень много часов видео, которое придется размечать там, и, соответственно, на основании него обучать модели. Но тут заказчик проявил чрезмерную, как бы, инициативность, и сам записал множество таких видео, да, без участия аналитика со стороны нашей команды, и, к сожалению, это видео, качество этого видео оказалось крайне низким и недостаточным для того, чтобы можно было обучить. Да, но нам пришлось взять эту задачу в свои руки, да, то есть как бы мы нашли профессиональную актрису, откомандировали наших сотрудников и сняли достаточно количества видео, на основе которых уже потом переобучили и получили отличный результат, да, то есть как бы заказчик был полностью доволен. Поэтому, опять же, да, то есть как бы важность аналитики, она достаточно высокая в этих проектах. Тоже очень интересный кейс, связанный с аналитикой, и, в частности, с командировками, связанный с цифровым двойником феросплавной печи, да, то есть для крупного металлургического предприятия. Да, то есть наша задача заключалась в том, чтобы необходимо было сократить цикл плавки, да, то есть потому что цикл плавки, да, то есть несет, длительный цикл плавки несет основные затраты, и, соответственно, необходимо было их оптимизировать, да, то есть как бы сами данные, да, временные метки начала и конца плавки забирали с инфракрасного датчика специально расположенного, да, то есть мы, когда мы начали анализировать данные, более глубоко погружаться, мы увидели такую аномалию, что плавки, есть плавки, которые, длительность которых вообще в несколько суток, и это вообще сугубо ненормально, начали разбираться, поделились этим инсайтом, соответственно, заказчикам, начали разбираться, и проблема заключалась в том, что уборщица, оказывается, постоянно ставила ведро в одно и то же место, которое перекрывало датчик, и, соответственно, все данные, которые записывались, были некорректными. Что мы сделали? Мы поняли, что можем определять, да, начало и конец цикла плавок по косвенным показателям, что, соответственно, и сделали. Вот опять же, да, то есть как бы важность аналитики, разбора, поиска аномалий и так далее, прежде чем начинать реализовывать, соответственно, какие-то модели, алгоритмы. Ну и опять же, да, немножко расскажу про проблему метрик, про которых я уже говорил. К сожалению, да, то есть всего 20 директоров по цифровизации во всей стране понимают метрики, про которые вы им там можете говорить, да, то есть в частности там престижн, рекол, мера и так далее. То есть как бы и проблема-то заключается даже не в самих метриках, а в конвертации этих метрик на бизнес-язык. Да, то есть когда вы реализуете проект, нельзя просто этими метриками оперировать. Ими можно оперировать, но до какого-то определенного периода, и после него необходимо, соответственно, конвертировать, постараться конвертировать ее в бизнес-метрику. Ну и от качества, да, то есть насколько вам просто и понятно удастся конвертировать математическую метрику в бизнесовую, да, зависит продолжительность вашего, соответственно, то есть продолжительность реализации проекта и, соответственно, перехода MVP в полноценную продуктовую рабочую систему. Задача эта нетривиальная, ее всегда достаточно сложно конвертировать, да, потому что это непросто и так далее. Не стоит забывать также про ложные, да, то есть как бы ложноположительные срабатывания и так далее. То есть тут достаточно большой плац, но если вам удастся сконвертировать и объяснить это простым языком заказчику, то это можно считать половину успеха, то чтобы ваша концепция, да, ваш концепт, MMP, POC и так далее перешел уже на стадию полноценного проекта, который будет внедрен в производство. Да, и как я уже сказал, пилоты внедрения совершенно разные истории, да, то есть и истории даже заключается в том, что данные, с которыми приходится работать на пилоте и внедрения, они абсолютно разные, да, то есть если на пилоте вам делают выгрузку и передают эти данные, то когда вы работаете уже непосредственно в инфраструктуре заказчиков, в их контуре, там данные могут вести себя совершенно по-другому, и поэтому даже ваши разработанные модели на пилоте при переносе могут потерять в качестве метрик, да, то есть как бы это тоже надо будет учитывать, но благо в большинстве случаев эти метрики удается подтянуть не ниже, чем исходные, да, то есть как бы путем доработок и переобучения модели. Ну и всего 5-10% решений, да, оказывается не жизнеспособны, да, то есть как бы, ну потому что, к сожалению, не всегда удается подтвердить гипотезу, проверить ее, да, то есть и соответственно как-то улучшить процесс. Иногда бывает, что проблемы с данными, иногда бывает, что нецелесообразны и так далее, да, то есть там достаточно много нюансов. Ну и тоже лайфхак или инсайд, да, которым стоит поделиться, то есть если вы сможете посчитать ROI, да, то есть возвратные инвестиции при реализации как раз-таки проекта пилоты и, соответственно, ROI на интеграцию, на доработку, это вторые 50%, которые гарантируют вам то, что этот проект можно будет реализовать, соответственно, то есть в производстве. Вот, это, наверное, из инсайта все, еще немножко хочу рассказать про ивенты, да, то есть как бы, если вам интересна эмоль тусовка и в принципе, да, айтишная тусовка, то мы проводим мероприятие ДивПро, да, практически каждый год, а иногда и несколько раз в год. У нас очень много интересных спикеров, и причем с именитой компанией стран выступают, да, то есть как бы мы проводим эти митапы на разных условиях, да, то есть как бы бывают и бесплатные митапчики, бывают и конференции более серьезные, но уже платные. Да, поэтому можете подписываться на нашу группу, следить за новостями, конференциях, митапах у нас всегда очень интересно. Ну и стоит еще упомянуть нашу Rubios Academy, да, то есть специальную академию, где мы проводим курсы по повышению квалификации. У нас достаточно много интересных курсов и преподают очень толковые ребята, у которых большой опыт за плечами, которые съели, наступили не на одни грабли и готовы с вами поделиться. Да, то есть тоже можно подписаться на Академию, там очень много интересных новостей и очень часто проводятся различные розыгрыши. Также можно подписаться на нашу группу, да, то есть здесь как раз-таки будет публиковаться информация по возможной стажировке, по набору и так далее. Да, еще раз напомню, у нас есть девсауна, где мы проводим стажировку и даем возможность поработать над реальными, прям проектами в реальных командах. Самым лучшим выпускникам этой стажировки мы делаем офферы, приглашаем к нам на работу. У меня все. Спасибо большое. Ваши вопросы? Большое спасибо вам, Максим. Очень было интересно слушать ваши выступления. Вы очень сильно расширили наше сознание за счет того, что дали целый ряд интересных кейсов из области и логистики, и медицины, и банковского дела, и даже криминалистики. То есть спектр получился очень хорошим и очень таким содержательным. Так что это совершенно замечательно. У нас есть несколько вопросов в нашей трансляции. Я немножко их просуммирую и озвучу. Но самый часто задаваемый вопрос, есть ли какие-то точки вхождения в ваш проект, если молодой человек обучается в области дата-аналитики, что нужно делать, чтобы попасть к вам? И есть ли точки вхождения для людей взрослых, у которых есть степень кандидата технических наук, некое повышение квалификации? Насколько вы открыты внешним людям? Смотрите, у нас вообще нет абсолютно никаких ограничений. То есть как бы при участии, приглашении, участии в каких-либо проектах, здесь все больше решают хардскиллы, софтскиллы и так далее. Иногда даже софтскиллы более перевешивают необходимость хардскиллов, потому что у нас очень, опять же, опытные ребята, которые готовы и рады делиться знаниями. Поэтому ограничений каких-то по возрасту и так далее никаких абсолютно нет. Это замечательно. Следующий вопрос. Вот получилось так, что нас слушает большое количество людей, связанных с образованием. Это и преподаватели, и студенты, которые связаны с педагогическими специальностями. Вот можно ли как-то экстраполировать вот те выводы, лайфхаки, которые вы дали на область образования? То есть работает ли это вот в нашей области, когда кто-то кого-то чему-то учит, и это надо прогнозировать, надо анализировать, разбираться с этим? Или же образование – это какая-то совершенно отдельная история, на которую это невозможно применить? Как бы вы вот ответили? Очень хороший вопрос, на который даже, наверное, сразу-таки и не ответишь. Я бы сказал, что вот если мы говорим, да, то есть и экстраполируем там именно задачи искусственного интеллекта в сферу образования, как мне кажется, всегда есть возможность применения его, да, то есть искусственного интеллекта в любой практической сфере. Все зависит от задачи, да, то есть если задача понятна, есть определенные данные для ее решения, то почему бы нет? Единственное, то есть как бы все различные там метрики касательно там бизнеса и самого эффекта, да, то есть как бы, но тут, естественно, надо смотреть. А так я бы сказал в целом да. Спасибо. Вот еще один вопрос на понимание. У вас был очень хороший кейс про то, что очень часто заказчик, ну, скажем так, не очень хорошо понимает вот эту дату составляющей своей деятельности. Мы это тоже часто наблюдаем, и получается как, что многие люди вот в условиях вот этой форсированной цифровизации получили в свои руки инструменты, которые они отчасти вынуждены использовать, отчасти там используют, потому что деваться некуда, там всевозможные бухгалтеры, которых всех махом засадили вот в эти информационные системы, которые там крутятся. Вот не получается ли так, что сейчас есть, ну, некоторое вообще такое глобальное непонимание людьми, что эти цифровые инструменты – это не просто там условно некая лопата, которую можно копать, а такой очень мощный генератор данных, с помощью которых можно делать то, чего раньше вообще нельзя было делать. Ну, например, там прогнозировать, что будет с вашей компанией там через 5 лет, через 10 лет. Может быть, вот на это надо еще смотреть. Вот не просто брать готовые заказы, а как-то работать с потенциальными клиентами, с потенциальными заказчиками, как-то их обучать, вводить их в эту культуру, что вот у них есть то, чего они могут использовать так, как они вообще ничего раньше не могли использовать. Абсолютно здесь с вами согласен и поддержу, потому что данных действительно сейчас в эпоху цифровизации данных стало очень много, очень много предприятий в принципе цифровизованы и уже даже накопили достаточный объем данных, которые можно использовать, да, то есть как бы и применять, соответственно, искусственный интеллект. Проблема заключается, опять же, да, как я уже говорил, в непонимании, что с этими данными можно сделать и в неких завышенных ожиданиях заказчика, да, то есть как бы заказчик думает, что у него есть данные и, соответственно, он там может на основе них сотворить магию и получить там супер-вау-эффект и так далее. Но это, к сожалению, не всегда так, потому что данные там бывают нецелостные и так далее, да, то есть различные проблемы. Но и даже если данные целостные, эффект иногда бывает не вау какой. И это, конечно, нужно объяснять, рассказывать и доносить до конечных заказчиков, до цифровых директоров и так далее, да, то есть как бы это все, конечно, необходимо делать. — Большое спасибо. И вот есть конкретный вопрос. А есть ли у вас практика стажировок в ваших компаниях, вот там для студентов, для людей, которые хотели бы к вам попасть, вот чтобы прийти, попробовать себя, как-то сориентироваться или стажировки — это вот не совсем про вашу историю? — Нет, абсолютно про нашу историю. У нас стажировки проводятся как минимум два раза в год. Мы прямо объявляем стажировки, причем на разные проекты. У нас есть проекты, связанные с искусственным интеллектом, а иногда бывают и проекты, связанные с бэкэнд, фронтэнд разработкой. Ну, в общем, другой различной разработкой. Можно следить за нашими новостями в нашей группе, то есть там оперативно эта информация предоставляется. Стажировки есть. — Речь идет о группах ВКонтакт, Телеграм, вот всякие популярные социальные соцсети. — Все верно, да. — Ну, то есть совет вот тем людям, которым хочется получить такой опыт, найти ВКонтакте, в Телеграме группы компании Rubius, вот это компания, которая делала, вот Максим ее представляет, это нынешняя презентация, подписаться на рассылки, следить за интересными для вас предложениями, как познакомиться с опытом компании более близко. Ну, и, наверное, последний вопрос, потому что уже время наше истекает в эфире, я его немножко обобщу. Вопрос про роудмап школьника, студента, который обучили с некоторым базовым вещам, например, получили базовый курс информатики, и думают про профессию дата-сайентиста. Вот какие должны быть шаги, которые их могли бы привести, ну, вот в такую компанию, как ваша? То есть после получения базовых каких-то фундаментальных вещей, что нужно делать, чтобы оказаться, например, работником вашей компании? — Да, хороший вопрос, спасибо. Тут есть два, наверное, витка развития. Первое — это все-таки мониторить запросы компании, да, то есть в частности наши, потому что иногда бывает, что у нас есть запрос непосредственно на людей, да, то есть с минимальным опытом, которых мы готовы обучать и, соответственно, сделать прям оффер сразу. Второй момент — все-таки человек является более соблазнительным в плане компании, да, когда у него есть некий опыт решения реальных задач. Сейчас существует множество платформ, которые позволяют решать различные интересные задачи, да, в частности, там, в сфере искусственного интеллекта, попробовать вообще подходы, необходимость каких данных и так далее. Ну, одна из таких площадок, наверное, она известна, это Kaggle, да, то есть как бы можно попросить, точнее предложить человеку поучаствовать на этой площадке в различных соревнованиях, попробовать свои силы, порешать отчасти реальные задачи. Это будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы потом получить оффер. Максим — это такое очень хорошее, ну, завершающее такое послание, посыл от человека, который работает в реальном бизнесе, занимается дата-аналитикой. И я призываю вот тех студентов, тех молодых людей, которых интересует карьера в этой области, прислушаться к этому совету. И кто знает, может быть, вас тоже ждет карьера в области интеллекта, искусственного интеллекта, анализа данных, и все у вас получится. Ну что ж, а Максима я только поблагодарю. Огромное вам спасибо за такое вот широкое и полное конкретных кейсов выступления. Нам это очень важно, нам это очень интересно. Очень надеюсь, что наше сотрудничество продлится. Будем рады вас приглашать на наше мероприятие и всячески с вами сотрудничать. Большое вам спасибо, Максим. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.